К его огороду приближается что-то страшное, и Николай Кравцов понял в тот момент, когда с противоположной части деревни, со стороны леса, повалил густой дым. Огонь распространялся стремительно, мужчина бросил всё и отправился звонить в МЧС. Но было уже поздно. Пожар шёл, пожарные приехали, а он уже вот тут был. А мне сказали, не лезь. То есть ты сам разгоришь тут. Дальше своё дело сделал сильный ветер, и пламя перекинулось сначала на сарай, а затем и на дом. Шансов спасти жилища не было. Ремонту не подлежит. Крыша упала, тут протолок провалился, газовая плита сгорела, холодильник сгорел, телевизор сгорел. Всё было, и всё зараза пропала. Сам Николай наверняка бы не пострадал, если бы не бросился спасать собаку. Она была в самом эпицентре пожара, и пока хозяин её вызволял, получил ожоги левой руки. Теперь ездит в больницу на перевязке. А пса удалось спасти. Огнём спина сгорела вон. Я вот тут он был привязан, отцепил его и в погор обзасунул. Малонаселённая деревня теперь одно большое пепелище. Огню хватило нескольких часов, чтобы уничтожить всю растительность вокруг и вплотную подобраться к жилью. Два дома и два участка с хозпостройками сгорели полностью. Нетронутая осталась лишь окраина. Я тут только прожила всю жизнь, я такого пожара не бачила никогда, что лиха ты, во, горит и всё. Я побегла за хлев, а у нас корова там, овецки там на поле. Я чуть корову привела. Предварительно причина пожара неосторожное обращение с огнём. И хоть очаг возгорания пока не установлен, основная версия – кто-то из жителей сжигал сухую растительность и в корне нарушил правила безопасности. Все детали установит проверка. Мы можем долго, скажем так, бороться и с причинами, и с последствиями палов. Но хотелось бы всё-таки донести до граждан, что пока человек сам своим умом не осознает, что не нужно сжечь, не нужно там выпаливать. Наверное, мы к этой заветной цифре ноль пожаров пока не можем, к сожалению, прийти. С наступлением осени многие владельцы дач и частных домов принимаются за уборку накопившегося мусора, не подумав о том, что использование открытого огня может быть опасным. Сжигание сухой травы нередко становится причиной пожаров, которые представляют опасность для жизни и здоровья людей, а также могут уничтожить имущество. Пожар начался на соседних участках. Хозяин в это время находился дома, спал. Когда он проснулся, вышел на улицу, уже в этот момент горела баня. И здесь сухая солнечная погода и сильный ветер. К приезду спасателей огонь фактически уничтожил и хозпостройки, и дом. А ведь новоселье отмечали всего пять лет назад. Своё имущество в Милеевке как могли спасали и соседи. Ждали автолавку, садели на лавочке. Дым идёт? Откуда дым идёт? Я свои ворота открыла, у меня весь дом задымлен. Сюда выскочило, ещё тряшчить, ещё гореть. Вход пошли и вода из парника, и лопаты. Тамаре Осиповой пришлось серьёзно поволноваться. Но свой участок от огня защитило. Соседу повезло меньше, мужчину приютила сестра. А вот хозяевам участка напротив, вопросы есть у всей деревни. Вон, соседняя посёлка. Взял мужик, запалил солому. После комбайна. Ну, а ветер и сразу всё это и покатил. Вот как покатил, и вот весь результат. Если бы, не дай бог, этот дом сарай загорелся, всё, наш бы посёлок весь выгорел бы. Более 400 пожаров на Могилёвщине и почти 700 на Гомельщине с начала года. Это только те, что случились из-за неосторожного обращения с огнём. Есть пострадавшие и погибшие. И хоть традиционно самым опасным считается май, в этом году пик пришёлся на конец августа и сентябрь. О простых правилах безопасности спасатели рассказывают во время сельских рейдов. Подальше от построек, окопать место костра, запастись ведёрком воды и далеко не уходить, пока не догорит. Казалось бы, что может быть проще? Все хотят, естественно, навести порядок. Осенью особенно, там убирают урожай. Естественно, остаётся вот это всё ботвиня, то есть это всё куда-то надо девать, поэтому люди это выжигают. Если соблюдать требования, всё это можно и это будет безопасно. Нередко из опалов травы возникают лесные пожары. На большой глубине под землёй могут гореть торфяники. При этом уничтожаются тысячи видов растений и животных. Гибнут целые популяции. Нынешнее лето в Беларуси стало одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Сентябрь тоже аномально тёплый, а потому ситуация с выжиганием сухой травы остаётся напряжённой. Нарушителям правил безопасности на подворьях и в экосистемах ещё раз напоминают о крупных штрафах. А в случае причинения ущерба в особо крупном размере об уголовной ответственности. Максим Ячерков, Ирина Недобоева, Владимир Пятенёв и Владимир Недобоев. Наши новости ОНТ.